Доброе утро! Как же все-таки мы любим жить по календарю! Холода и снег к нам пришли вроде бы давным-давно, но сегодня я уже пару раз от своих коллег получил поздравление с началом зимы. И действительно, 1 декабря – прекрасный повод официально зафиксировать. Зима наступила! Теперь можно не жаловаться на холодную погоду, по-детски радоваться снегопадам и с нетерпением ждать главного праздника в году. Вот и определенность, потому как 1 декабря, несомненно, первый день зимы. Все совпало. И календарь, и погода. Даже странно. Ну, улыбнуться-то есть чему. А это по нынешним временам много. Хотелось бы, конечно, чаще, но человек всегда стремился к невозможному. А если говорить о возможностях, то у нас с вами сейчас она одна – утренний вестник. Я-то ведь уже здесь у вас. Юбилейный день. Ровно 10 лет назад официально было объявлено о создании Пермского края. Починили и живем. В Прикамье продолжается программа капитального ремонта домов. Золотой фонд образования. В Перми состоялся традиционный бал учителей. Щепки, береста, солома. Вспоминаем, как более века назад в Прикамье создавали украшения к Новому году. Бизнес-нелегалы. Разбираемся, почему у нас до сих пор существует незаконное предпринимательство. С днем рождения. С этих слов начинаются самые приятные моменты в жизни, согласитесь. В детстве мало какого дня ждешь с большей радостью. Ну, а когда взрослеешь, начинаешь относиться к этому празднику иначе. Но в любом случае радуешься, когда тебя поздравляют. Сегодня, пользуясь случаем, поздравляю всех вас, друзья. 10 лет назад, 1 декабря 2005 года, в результате объединения Пермской области и Коми Пермятского автономного округа был образован Пермский край. Объединительные процессы в двух субъектах начались двумя годами ранее. Еще в 2003-м органы государственной власти Пермской области и Коми Пермятского автономного округа обратились к президенту России с предложением об объединении регионов. Сразу после чего и в области, и в округе начали работать инициативные группы. А после того, как они собрали необходимое число подписей, в регионах были назначены референдумы. Референдум Пермской области и Коми Пермятского автономного округа были проведены 7 декабря 2003 года. Одновременно с выборами депутатов Государственной думы 4-го созыва. За объединение проголосовали почти 84% принявших участие в референдуме Пермской области и практически 90% пришедших на участки Коми Пермятского автономного округа. По инициативе президента России был принят соответствующий федеральный конституционный закон об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта. Собственно говоря, так и появился Пермский край, в котором мы сейчас живем. В разных уголках страны, на Урале и в Западной Сибири, будто по сговору, сразу же произошли несколько событий одной направленности. Все они были нацелены на модернизацию федеративного устройства России. Такая кучность отнюдь не совпадение. Перестройка основ федерации была объективным требованием российской экономики, нащупывающей путь к интеграции в международное сообщество. В результате парада объединений 2003-2008 годов число субъектов в России сократилось с 89 до 83. Прекратили самостоятельное существование 6 из 10 автономных округов. А три области сменили название на края. Домик мой везде со мной, он устроен за спиной. Вспоминаю я детские строчки, загадки про черепаху. Вот хорошо все-таки, когда с раннего детства ты знаешь, что у тебя есть крыша над головой. Есть куда вернуться и откуда стартовать. Проще говоря, дом – это важнейшая штука в жизни. Даже если нет родителей, должен быть дом. Конечно, эту дверь пока еще никто не откроет. Первые дети-сироты сюда заедут где-то в середине декабря. Но в новом доме уже все готово для заселения. Коммуникации в квартиры проведены и работают. Ну а по инициативе подрядчика для особого уюта на подоконниках появились вот такие цветы. В шестом доме по Ольховской для детей-сирот предназначено 137 квартир из 200. Прежде чем будущим хозяевам начнут вручать ключи, здание осматривают министр строительства и ЖКХ края, а также представители комиссии по общественному контролю. Дети-сироты, между ними будут распределяться квартиры. Каким образом? Кто в студию попадет, кто в такую квартиру? Когда появляется список квартир, они смотрят, кто у них из детей-сирот на первой очереди, там жестко отслеживается очередь, и предлагают им, вот есть такие квартиры на выбор. В Краевом Минстрой отмечают, что во многих жилых помещениях площадь даже больше заявленных 33 квадратных метров. В целом новым домом все остались довольны, но пару замечаний все же было высказано. Я сейчас дал поручение своему заместителю вместе с комиссией по внимательному пройти по всем нашим помещениям, которые мы приобретаем, проверить все качества наклейки обоев, покраски плинтусов. И обратил внимание, что пока эти недоделки, небольшие недоделки, я подчеркиваю это слово, не будут устранены, мы, конечно, дом для детей-сирот принимать не будем. Социальное строительство в Крае идет в рамках проекта губернатора «Время строить». Дома возводятся там, где есть вся необходимая инфраструктура. Так и здесь рядом автобусная остановка, школа, детский сад, магазины. Вот как мама двух взрослых сыновей, я могу сказать, что да, я бы вот, ну вот, мой ребенок купил бы себе такую квартиру, я пришла посмотрела, сказала, что да, да. И второе существенное тоже замечание о том, что этот дом не в чистом поле, это не пустыня вокруг, а это действительно обжитой район. Всего в этом году краевые власти планируют обеспечить жильем более 800 детей-сирот. 500 из них уже получили свои квартиры. К слову, по соседству с Ольховской 6 во всю идет строительство еще одного дома. В следующем году в него заедут еще около 100 ребят. Андрей Голдрив, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Вот в одном из фантастических произведений, которые я читал еще в юности, дома для людей выращивали из специальных растений. С нуля, так сказать. Придумка, я считаю, просто отличная. Только вот вопрос. Если дом вырастили, значит ли это, что ему и капитальный ремонт не обязателен, а? Знай себе, поливай вовремя. Выхожу каждый раз, вот смотрю на эти красивые двери, и сердце радуется. Новый лифт в доме по улице Челюскинцев жительница девятого этажа Светлана Самохина ждала давно. Регулярные поломки создавали проблемы почти сотни людей. Поэтому в первую очередь по программе капремонта жители решили отремонтировать подъемник. У нас крыша очень в ужасном состоянии и лифты. Вот лифты начали ремонтировать, крышу обещают где-то на днях начать. Быстро и вообще быстро, хорошо ребята работают. По словам подрядчика, работы идут с опережением графика. Уже 16 декабря этого года лифты в обоих подъездах дома войдут в строй. Полностью изменится техническая часть. Благодаря новому электронному управлению ход лифта будет плавнее. А с помощью нового редуктора грузоподъемность лифта улучшится до 400 килограммов. Собственники – главные контролеры. Именно они принимают готовый дом. В случае отказа подрядчику не оплатят работу и занесут его в черный список. Об этом рассказал на круглом столе с кировскими коллегами директор капремонта в Перми. Специалисты фонда находятся в режиме цинкнота сейчас. То есть это именно технические специалисты, кураторы этих объектов. Значит, привлекаем технический надзор, тот, который у нас следил за этими домами. Ну и, безусловно, собственники. Вы знаете, на приемке собственники участвуют очень активно. В рамках круглого стола делегация фонда капитального ремонта Кировской области и представители Пермского фонда обсудили промежуточные итоги за год и обменялись своим опытом в области капремонта. Гости соседнего региона посетили ремонтируемые объекты в Перми. Увиденным остались довольны. В ходе бесед мы также себе кое-что подмечаем, потому что, скажем так, польза таких встреч, она, ну, скажем так, понятна, потому что мы в рабочем порядке, без каких-то там, не знаю, формальностей обсуждаем ту проблематику, которая стоит и перед Кировской областью, и перед Пермским краем. Всего в 2015 году в Прикамье запланирован капитальный ремонт 203 многоквартирных домов. 94 из них контролирует региональный оператор. В этом году у нас уже на 46 объектах идут либо приняты работы, либо идут приемка работ по завершению. Часть объектов находится еще под капитальным ремонтом, но до конца года порядка 147 объектов у нас будет полностью завершено капитальным ремонтом мест общего пользования в данных домах. Особое внимание будут уделять задолженности по взносам на ремонт. Ее необходимо погасить до 31 декабря 2015 года. В январе будущего года в автоматизированной системе расчета фонда будет подключена функция начисления пени. Руслан Пепеляев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Ключом во всякой науке является вопросительный знак. Именно так неизвестный автор, ну как мне кажется, наиболее точно отразил суть процесса познания. Как только что-то становится непонятно и появляется острая потребность разобраться в деталях, начинается научный поиск. А если еще и в интернете ответа не найти, тогда уж точно рождается научное знание. Ну а если без иронии, то на днях состоялось знаменательное событие. В Перми был подписан протокол о создании Федерального исследовательского центра Академии наук. Пермский научный центр будет заниматься исследованиями, разработкой инновационных продуктов и технологий для реального сектора экономики. Шесть существующих научных учреждений стали базой для его создания. Соответствующий протокол подписали директора всех организаций, а также руководитель Федерального агентства научных организаций России Михаил Котюков. При объединении могут возникнуть новые импульсы для развития проектов, которые в разных институтах было реализовать достаточно сложно. Сегодня много говорится о междисциплинарных научных исследованиях, о проектах, которые могут быть востребованы в реальном секторе экономики. И, как правило, эти проекты требуют подключения школ различных научных направлений. Объединение институтов – один из этапов выполнения поручений президента Владимира Путина, в рамках которых происходит преобразование научных учреждений. Подписание протокола дает старт проведению организационных процедур по созданию Пермского научного центра. Это будет некая площадка мультидисциплинарных исследований. При этом, когда я говорю слово мультидисциплинарных исследований, то есть понятно, что это будет состоять из компонентов. Но мы в свою команду берем только те компоненты, те компоненты, которые сегодня занимают лидирующие позиции в России и в мире. В ближайшие месяцы будет разработана программа развития объединенной структуры, учитывающая задачи и интересы, которые сегодня решаются на территории Пермского края. Наталья Попова, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Вот я не знаю, как вы, а я вот точно уверен, есть профессии, представителям которых еще при жизни надо ставить памятники. Согласитесь, далеко не каждый потянет труд школьного учителя. Ведь тут не только навык и талант необходимы. Тут призвание требуется. За это и ценим. Итак, дорогие друзья, внимание, пятый юбилейный учительский бал объявляем открытым! Первый бал учителей для Ксении Сапегиной и уже первая награда в номинации «Золотые возможности» как молодому педагогу с большим потенциалом. Окончив в этом году Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, сразу устроилась преподавателем в школу Осинского района. Я люблю детей и очень люблю иностранные языки, и хочется поделиться своими знаниями с детьми. А детей заряжаешься энергией, получаешь новые эмоции, и тем более много интересного, много нового. Второй класс у меня, они начинают только английский язык изучать, и уже есть кое-какие успехи. В этом году бал «Золотой». «Золотой» фонд профессионального сообщества, «Золотые руки», «Золотые слова». Да и «Золотой век» литературы, как нельзя более органично вплетается в канву мероприятия. Цитаты классиков и образы литературных героев. Теперь это событие, которое проходит при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, можно с полным правом назвать традиционным. Мне очень приятно еще раз всех поздравить, потому что это замечательная традиция. Мы собрались с учителями Чайковского, Осинского, Еловского и Бардымского района уже пятый раз. Учительский бал – это хорошее мероприятие, где мы подводим итоги, отмечаем лучших наших передовиков, с кого надо брать пример, и самое главное – формируем планы на будущее. Мне кажется, что это мероприятие стало родным, любимым для всех учителей. В этом году приехало около 500 лучших учителей из четырех районов. Совместный танец «Полонез» на сцене, как символ возвышенного характера праздника и единения. Сразу видно, что бал ждут, к нему готовятся. Даже платье шьют специально. Мне кажется, что это то мероприятие, где реально есть какое-то чувство душевности. Оно очень теплое. И мне всегда казалось, что для сельского учителя то, чего не хватает – это теплоты и праздника. И после первого же балла мы поняли, что вот это тот формат, который нужен им и не навязан. Это тоже очень важно. В ходе торжественной части вручили 59 личных номинаций и 12 командных. Отметили ветеранов педагогического труда, самых активных родителей и лучших управленцев образовательных организаций. Именно благодаря этим людям образование в Пермском крае считается одним из лучших в стране. Валерия Ермакова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Вот даже странно об этом как-то и вспоминать. Но ведь были же времена, когда прессу мы разворачивали, знаете, с такой скептической ухмылочкой. Дескать, что у нас там сегодня новенького? Сейчас же этот процесс у нас проходит скорее с выражением легкой тревоги на лице. И что у нас опять случилось? Как бы то ни было, пресс-парад. Гуа не исключали из списка безопасных мест для российских туристов, сообщает коммерсант. Популярный среди российских туристов индийский курортный штат Гуа не признавали небезопасным для отдыха россиян. Ранее появившиеся в СМИ сообщения об этом со ссылкой на агентство «Спутник» не соответствуют действительности. Информация об исключении штата из списка безопасных мест для российских туристов появилась утром 29 ноября в индийских СМИ, которые ссылались на пресс-релиз российского информационного центра в Гаа. Позже центр распространил опровержение, в котором подчеркнул, что его сообщения неправильно интерпретировали. Центр лишь указал, что вице-спикер Госдумы Иван Мельников не назвал Гуа и Индию среди безопасных туристических направлений. Так и рождаются слухи. Любую информацию надо проверять. Антитурецкая эмбарго коснется овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока. Экономические меры против Турции в продовольственной части будут аналогичны запретам на поставки из Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Читаем в известиях. Правительство готово запретить турецкие поставки охлажденного и замороженного мяса, крупного рогатого скота, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мясо соленое в рассоле, сушеное или копченое мясо, молоко и молочную продукцию, включая творог и сыр, а также безлактозную продукцию, всю рыбу, в том числе морепродукты, моллюсков и ракообразных, орехи и фрукты, овощи, в том числе съедобные корнеплоды и клубнеплоды, ягоды и зелень. Такой перечень известиям предоставил источник, близкий к Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. Полный правительственный перечень экономических мер в ответ на агрессию Турции будет опубликован в ближайшее время. Почем апельсин? Как запрет на ввоз турецких овощей и фруктов повлияет на пермский рынок? Что будет с ценами? Корреспондент звезды Олег Сабитов побеседовал с представителями торговых центров Перми, которые предсказывают рост цен на цитрусовые в преддверии Нового года. Как конфликт с турками скажется и на других контактах, читайте в свежем номере издания. Пустились в расход. Пермики стали меньше тратить денег на покупки и все больше средств направляют на сбережения в банках или просто хранят под подушкой. К таким выводам приходит бизнес-класс. Совершенно очевидно, что люди давно стали экономить и меньше приобретать. Об этом говорят не данные статистики, а закрывающиеся магазины и автосалоны, отчеты ритейлеров, которые отмечают существенное снижение продаж. Естественно, что в условиях реального падения доходов и роста цен люди приобретают меньше, на чем экономят в первую очередь. На предметах роскоши и покупках большой стоимости. Сейчас затраты идут только на текущее потребление или формирование стратегического запаса, который может помочь в трудные дни. Не храните деньги под подушкой, заставьте деньги работать. Не умеете сами, поручите тем, кто умеет. Легенда о том, как однажды 80-летняя бабушка на колебаниях курса заработала миллион долларов, всплывает не менее раза в год. А значит, что-то в этом есть. Партнер проекта «Салон кожи и меха» «Неджик». Добрый день! Где лучше покупать валюту? Обменников в Перми нет. Остается только мониторить лучшее предложение в банках. Или воспользоваться услугами инвестиционных компаний. Если менять рубли на доллар или евро приходится часто, можно открыть специальный брокерский счет, чтобы покупать валюты на московской бирже так же, как акции или облигации. Идея в том, чтобы ловить максимально выгодный курс, говорят инвестиционные консультанты. На бирже курсы меняются в течение дня неоднократно. В банке один или два раза в день. Правда, есть ограничения. Меньше тысячи долларов на бирже не продают. Услуги брокера тоже стоят денег. Тариф – 0,1% при сумме до 15 тысяч долларов. Но не более 15 долларов. Иначе говоря, чем больше сумма, тем меньше комиссии. Возьмут проценты за перевод денег с брокерского счета на банковство. Но если обменять надо большие суммы или стоит задача зарабатывать на колебаниях курсов, то эти расходы того стоят. А раз в год прикупить долларов или евро для отпуска или путешествия лучше все-таки в банке. Это правило денег. Вот я мечтаю о том, чтобы каждый житель нашего края смог сказать «Я богатый человек». У меня есть все, чего я хотел. И копить не буду, и откладывать в сущности не на что. Достойная, между прочим, мечта. И на смысл жизни, кстати, тянет. Вот и люди говорят, что там у них со сбережениями, ждут ли черного дня, готовятся ли. Партнер проекта «Перимформация». Аптеки, которым доверяют. Да, откладываю. На случай, если вдруг я останусь без работы, и мне нужно будет рассчитываться с моим пятичным кредитом. Ну, особо нечего откладывать, а так, не знаю даже. Нет особых забережений. Нет, не откладываю. А почему? А, живем последним днем. Нет, не откладываю, потому что откладывать ни с чего. Я все время хочу, но не получается откладывать. Не откладываю, но хотелось бы отложить на путешествие, когда закончится вся грустная ситуация в мире. Нет, не откладываю. Почему? Да я надеюсь, что у меня не будет черного дня. Нет, не откладываю. А почему? А потому что я квартиру купила. Не удается. Деньги не копятся. Нет, не откладываю. А почему? Живу настоящим. Нет, не откладываю. А почему? Мы слишком богаты. Я вот подумал, лжи повезло больше. Они пишут, выделяют ее виды и подвиды, описывают процесс и признаки, по которым ее можно узнать. Про честность же молчок. Несправедливо. Это и быта касается, и бизнеса. Бизнес-нелегалы наносят серьезный урон экономике страны и мешают развитию добросовестного бизнеса. Ведя дела без регистрации, предприниматели не платят никаких налогов и взносов. Государственный бюджет из-за этого теряет огромные суммы, а легальные бизнесмены несут повышенную фискальную нагрузку. При этом теневые предприниматели получают конкурентные преимущества и чувствуют себя вполне комфортно, чего не скажешь о легальных, которые терпят убытки и постепенно вытесняются с рынка. В конце концов, они или сворачивают бизнес, или также уходят в сферу незаконного предпринимательства. Все это в конечном итоге отражается на нас, потребителях. Когда у нас уже наконец перестанут продавать с торговых лотков на улицах? Мне кажется, почти вся эта деятельность ведется нелегально. Понятно, что мелкая уличная торговля для местных фермеров одна из немногих возможностей продавать товар. Но ведь его качество никто не гарантирует, кто-то по совести работает, а за других кто ответит? Почему теневых бизнесменов никто не проверяет? Обидно, работаешь по закону, платишь налоги, а тут же под носом недобросовестный конкурент низкими ценами клиентов привлекает. А что говорить, если у нас штрафы за работу без регистрации очень небольшие? Конечно, им проще заплатить штраф и работать дальше. Для ведения предпринимательской деятельности в нашей стране по закону требуется обязательная регистрация. Геннадий Сандреев убежден, нормативную базу нужно дорабатывать, создавая таким образом благоприятные условия для добросовестного бизнеса. Систематизировать законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. Второе, четко прописать систему налогов, сборов, штрафов и других видов платежей. Надо увеличивать штрафы за осуществление деятельности без регистрации. Надо усиливать работу контрольных органов в сторону работы с теневым бизнесом, то есть жестко проверять их, жестко наказывать. В экономике любой страны присутствует теневой сектор. Полностью его ликвидировать не удалось еще ни одному государству. Практически все признают необходимость борьбы с бизнес-нелегалами. Вопрос о методах этой борьбы. Очень важно, чтобы обязательность этих исполнения законов, она в первую очередь была обращена к тем людям, которые их не исполняют. Это в первую очередь снизит в том числе и нагрузку на тех, кто занимается реальной предпринимательской деятельностью, абсолютно законно. Их, соответственно, будут меньше просто проверять. На сегодняшний день право на проверку теневого бизнеса имеют фактически два ведомства – МВД и налоговая служба. В прошлом году в нашем регионе было выявлено около тысячи случаев незаконного ведения бизнеса. Это при том, что нелегалов в разы больше. Геннадий Сандарев предлагает расширить полномочия контролирующих служб. В обязательном порядке надо переориентировать контролирующие органы все на борьбу с бизнесом теневым, чтобы они больше внимания и времени уделяли как раз выявлению того, кто находится в тени. Кроме государственных мер необходимо менять отношение к бизнес-нелегалам в обществе, уверены эксперты. Сами граждане должны проявлять активность, спрашивать документы, обращаться в контролирующие службы. Только совместными усилиями можно создать условия для честной конкуренции. Смотрите на следующей неделе. Кто сегодня несет ответственность за состояние пермских дорог? Что сделать, чтобы качество дорог соответствовало должному уровню во всех районах? Нам интересно ваше мнение. Заходите на нашу страницу в фейсбуке и оставляйте свои комментарии. Вот подслушал как-то разговор двух красивых женщин. И одна другой говорит, и не искушай меня булочкой. Три минуты удовольствия, потом три килограмма на бедрах. А я вот зимой всегда не против чуть-чуть пополнять. Зима все-таки запасы, карман опять же не дянет. Но есть, оказывается, люди, которые беспокоятся о лишнем килограмме уже сейчас, когда его нет. А все для чего? Здоровье для! Информационный партнер проекта – медсанчасть номер 11. Лишний вес – это прямая дорога к гипертонии и болезням сердца, не говоря уже о больных коленных суставах. Но ведь в холодные месяцы вес сам липнет на бока, скажете вы. Как сохранить привычные объемы талии зимой? Сегодня поговорим об этом. Здоровье для! В осенне-зимний период организм перестраивается. Растущее чувство голода – лишь его защитная реакция на холодную среду. Отказывать себе в питании не нужно. Надо лишь уменьшить количество вредной пищи. Фастфуда – мучного, сладкого, соленого. Чем более простым и естественным будет ваше меню, тем меньше шансов раздаться в стороны. Отдайте предпочтение мясу, овощам и фруктам. Зимой старайтесь особенно плотно завтракать. Вы питаете свой организм топливом и энергией на весь день. Многие диетологи допускают употребление сладкого до полудня. Полученные калории израсходуются в течение дня. Питаться надо стараться через каждые 3-4 часа. Чем планомернее и регулярнее будет поступать пища, тем меньше шансов, что ваш организм будет запасать лишнее. Разнообразьте свой рацион супами. Они прекрасно питают и насыщают организм. А набрать лишний вес с них крайне сложно. Согреваться лучше не кофесодержащими напитками, а любыми травяными настойками или зеленым чаем. Кофеин способен спровоцировать увеличение веса, а зеленый чай обладает большим количеством полезных свойств. И, кстати, тонизирует ничем не хуже зернового напитка. Ну и самое главное – покиньте свою зону комфорта. Не сидите дома на диване. Декабрьские и январские прогулки сжигают больше калорий, чем летние. Просто по той причине, что вы тратите энергию еще и на обогрев собственного тела. Двигайтесь! Здоровья для! Эх, с каким удовольствием я обычно вспоминаю сцену из мультика про Простоквашино. Помните, когда герои наряжают елку? Все, что угодно идет в дело. И ведь как красиво и душевно получается. Поверьте, были времена, и я их отлично помню, когда примерно так к новогодним игрушкам и относились. Никита Чернов готов это подтвердить. Мы рассказывали о некоторых елочных игрушках с советских времен, 30-х годов прошлого столетия. Но сегодня давайте для начала заглянем во времена более ранние. В России украшать елки начали полтора столетия назад. Мода пришла из Германии. При этом стеклянные шары немецкого производства были очень дороги. По карману только состоятельным людям. И лишь сто лет назад за дело взялись русские мастера. Первые отечественные стеклянные игрушки начали готовить в подмосковном клину. Но и они стоили дорого. Большинство соотечественников пользовались поделками из картона. Делали фигурки ангелочков, птиц, зверей. А в прикаме издавна были умельцы, творившие великолепные поделки из дерева. Порой простые щепы, бересты, соломы. Появлялись те же птицы, зверушки. А еще крошечные сундучки, в которые клали подарки небольших размеров и вешали на елку. В кунгурском уезде приноровились изготовлять игрушечные разных размеров кареты и телеги. Тоже для подарков. В зависимости от размера транспортного средства и подарка, телега находила свое место на ветке или под елкой. Иногда тележки под елкой нагружали в кавычках конфетами или кедровыми орехами. Любили пермики их пощелкать. Именовалось это занятие сибирским разговором. Делали в нашем крае праздничные небольшие туиски. Расписывали их яркими красками. И тоже ставили под елки. Когда в 1935-м нежданно-негаданно советским гражданам вернули новогодний праздник, за дело взялись труженики многочисленных артелей. Причем наши земляки оперативно реагировали на события в стране. Челюскинская эпопея в Арктике. И вот уже пермикам предлагает картонные фигуры полярника. Выходит на экраны фильм «Цирк» и артельщики взялись за фигурки клоунов, акробатов, мотоциклистов. Идет война в Испании. И появляется целый картонный воздушный бой. Наш самолет сбивал вражеский. Посмотрели зрители «Карнавальную ночь». И вот появляются картонные часы, на которых без пяти двенадцать. К сожалению, в середине 50-х Никита Хрущев приказал закрыть многочисленные артели, изготовлявшие всякую мелочевку. Государственные предприятия оказались куда менее разворотливыми. Однако в итоге дошло дело и до картонных космонавтов, ракет, спутников. Сегодня выбор новогодних игрушек огромен. Но с каким интересом гости разглядывают на елках именно те, которым впервые порадовались наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки. Никита Чернов или компания «Ветта». Зарядка – все-таки удивительное занятие. С одной стороны, ничего сложного не делаешь. Знай себе, приседай аккуратнее и маршируй под музыку. С другой стороны, энергии прибавляется прямо на глазах. Волшебство. Не иначе. Доброе утро. Начинаем занятие гимнастики. Продукты Бионишину для вас и ваших близких. Доброе утро. С вами «Утренняя зарядка» на «Ветте» и мы начинаем. Начнем сегодня с упражнения для ног. Поднимаемся на носочки и опускаемся на пяточки. Один, два, три, четыре. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И следующее упражнение. Поднимаем ногу, выпрямляем в колени, тянем стопу на себя и ставим ногу в исходное положение. Бей. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Садимся на левую ногу, руки ставим перед собой и выполняем перекаты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Занимаем исходное положение. Поднимаем левую ногу в сторону, руки на пояс. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение идет на растяжку. Поднимаем левую ногу, прижимаем к груди и тянем две секунды. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. На этом наша утренняя зарядка подошла к концу. Мы желаем вам отличного дня и хорошего настроения. Вот не так давно один мой товарищ, кстати, меломан, признался, что музыка во время нашего утреннего вестника – самая любимая его рубрика. Он говорит, что по ней чуть ли не гадать готов, какой день получится. Динамичный, бодрый, лирично-раздумчивый. Ну, не знаю, не знаю. Я такой метод вам советовать не буду, а вот просто послушать. Вот это пожалуйста. Партнер проекта – медицинский центр «Элкомед». Я знаю точно, ты есть во мне. Я улыбнусь и подбегну тебе сегодня во сне. И если дождь в окне, то погоди немного, снова будет небо в окне. Я покажу, как надо летать. Не заметит нас радар, самолет не нужен даром. А потом опять и опять. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но теперь я знаю точно, ты есть. Я знаю точно, ты есть во мне. Я улыбнусь и подбегну тебе сегодня во сне. И если дождь в окне, то погоди немного, снова будет небо в окне. Я покажу, как брать в саду. Там, где солнечные ванны, там, где мы с тобой пьяные. Исполним чудо-мечту. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но теперь я знаю точно, ты есть во мне. Я улыбнусь и подбегну тебе сегодня во сне. И если дождь в окне, то погоди немного, снова будет небо в окне. Вот чем быстрее ты принимаешь решения, тем быстрее наступают последствия. Причем твоего собственного решения, да-да. Но решений-то ведь меньше никто принимать не стал. Каждый день требует каких-то решений. Вот, к примеру, сказала мне жена – купи сливок. А каких – не уточнила. Стою у прилавка и думаю – кунгурских или нытвинских. Скажете – не решение? Э-э-э, это как посмотреть. Ведь трачу на размышления минуты по две, не меньше. Родной же человек. Ошибиться не хочется. Я это к чему? Давайте сегодня, в день Пермского края, попросим тех, кто принимает решения, про нас, как про родных думать. Хорошего всем дня! Первый календарный день зимы синоптики обещают не очень холодным. К середине вторника температура поднимется до минус 3 градусов. Пойдет небольшой снег. Атмосферное давление в норме. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Влажность воздуха 90%. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok